Девушки отдыхают. Встреча раити. Поработали! Как защититься от человека с топором? Никак. Защитишься? Вот, ну, я не знаю. Полицию вызвать не успеют, охрана не успеет. Ну вот, дело случая. Мои варианты никак, только бежать, бежать и все. Других вариантов я не вижу. Может, баллончик газовый где-то распылить там? А как? Как вы распылить на расстоянии? Потому что надо подойти, а у человека уже холодное оружие в руках. Никак. Это, если рукопашное, то да, да, баллончик поможет. Связка ключей поможет. Но против топора я не вижу никакого приема. Мне кажется, где-то спрятаться и позвонить в полицию. Не, ну я такой горячий человек, я, конечно, брушусь. Спасать и все, ну, никак не это. Ну, это неправильно, конечно. Это надо полицию вызывать, я знаю. А так... Между прочим, он нарушил права. Он без маски, его никто не отпустит. Он прекрасно это знал. Жена его была без маски. Ей сделали замечания. Правильно. Она была без маски. Он, как бы, он не прав. Ну, наверное, сбить его с ног. Проявить себе какую-то некую стратегию в голове. Как это можно провернуть? Тоже много факторов, наверное, зависит от этого. Как он стоит, трезвый, нетрезвый, да? Может, с кем-то сплотиться как-то, ну, в ноги как-то попытаться обезвредить. У него топор. Ну, топор, ну, он там впереди, может, как-то, зали, там, подобраться, подкрасться. Ну, вам бежать. А тебе? Смотря в какой позиции, можно тоже бежать, можно атаковать. А с чем атаковать? Так как ни с чем. Практика показывает, что те, кто с оружием, получают больше всех. Поэтому тут либо уже убегать, либо в выгодном положении обезвредить, чтобы оружие не осталось. А дальше уже как повезет. Ага, бежать. А если он на тебя побежит с этим топором? Бежать обратно, в другую сторону. Но против топора нет никакого другого приема. Ну, я думаю, там реакция при этом случае будет у каждого индивидуальная, скажем так. Какая может у вас быть реакция? Убегать, текать, самосохранение сыграет. Я думаю, так у всех практически. Я слышал, что он крушил магазин. Да. Почему он это сделал? Это уже дело психиатра. Он нездоровый человек. Нереально. Это хорошо, что у него кроме сакиры ничего не было больше. А если косой, например, или автоматом? Не паниковать. А так, в принципе, мне кажется, действовать здесь как-то физически не надо. Ну, силу свою показывать не надо. Потому что потом могут быть плохие последствия. Я думаю, да, тут проблема уже, поступка, ну, того поступка, который там с его женой. Я в точности не знаю, что случилось, ударили ее или нет. Вот. Ну, как бы, мы должны просто все жить в мире и никому не причинять никакого вреда. И поэтому все будет прекрасно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!